У меня 30 сентября. Так давай так, 1-го. 30-го я гуляю, 1-го ломаем, а 2-го гуляем у тебя. 1-го тогда все. 1-го на закрасьте. Во всеуслышание, это безобразие. 1-го сентября в 3 часа дня. Это издевательство над городом. Я пошел теперь на следующую комиссию. Помогите нам, помогите. Кому нам, я сам такой. Смотрите, вот батюшка с датей. Помогите. Мы знакомы. Он дал благословение. Это театр авторный. Это вообще, что это такое? Все, я побежал, комиссия еще и по экологии. Сейчас послушать там будет. Конечно. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Топтали, вот и все. И это было. Так они хотят как Обаму. Обаму затоптал. Весь арабский мир. Теперь Пушкина хотят затоптать у нас. Больше и больше. Все хотят нас отсоединить от России и от наших корней. Вот из чего. Я молчу. Вы кто? Какой сайт интернет? Не знаю. Вы знаете, у меня была позиция такая вот нейтральная. Я вот не знала, как это лучше. Или эта тень, чтобы она была. Или чтобы ее не было. И у меня друзья многие. Одни и за, другие против. Ну вы знаете, когда я прочитала, что Африканцы сделали тень и топтали его с такой злостью. То я поняла, что, наверное, не надо. Я думаю, что этого делать не надо. Пушкин, он гений. Думская обратилась убрать Пушкина с учебников. Учебников не надо убирать. Кстати, я училась сама, где были учебники, где были патиты Пушкина. Пушкина никто никогда не разрисовывал. Вы знаете, как-то не поднималась рука рисовать на Пушкине. Пушкин – это гений. Гений, который Бог нам дал, дал нашей России. И я считаю, что мы должны это оберегать. Люди, ну не даете жить. Ну как я могу говорить, думать, когда снимают, и вы рядом смеетесь? Ну ты же понимаешь, что так тяжело. Давай деньги. Да, можем. Меня зовут Дмитрий, я одессит. Значит, в принципе, по большому счету, на мой взгляд, хорошая идея со знаком «Тень Пушкина». Но, как вы обратили внимание, он расположен под ногами у одесситов. Обратите внимание, пожалуйста, какой это знак получился. Элементарная клякса. Можно было бы при желании сделать память к тем Пушкину на стене вот этого вот дома. Он бы смотрелся бы более органичней. Вот. И было бы гораздо лучше. Можно было бы даже сделать элементарно красивее этот знак. Против самой идеи знака «Тень Пушкина» – нет. Против того, что оно лежит под ногами, а они находятся на стене, где он жил – да. С нами был Зайя Янукович в 2005 году и отец Владимир. И я получила у него благословение борьбы против вот этой тени. Значит, Бог сказал – надо, надо, это надо, значит, это надо убрать. Толстый теленок. То есть это конкретно все эти разбрасывающие облигации Займа, взятые из романа «Золотой теленок», где Бендер на пароходе, если вы помните, рисовал как бы кису по просьбе. Да, он так обвел, это импрессионизм, что вы хотите. Это все, это юмор нашего города. Обозвать это Пушкиным – ну, это я не знаю. Вы думаете, продержится эта тень какое-то время здесь или ее разберут по кирпичикам со временем? Вы понимаете, у нас государство, в котором у руля правления находятся сплошные тени. Поэтому пока будут они, я думаю, отображаться это будет и это тоже. А когда зайдет солнце, то тогда исчезнут и все эти тени. Боль и слезы прямо наворачиваются на глазах, когда видишь вот это вот безобразие. Гении должны стоять на пьедестале. У меня душа болит еще с того момента, когда памятник Пушкину у музея на улице Пушкинской поставили вровень с нами. Он должен быть на пьедестале. Вот утес посадили на скамеечку, чтобы не было видно, что он небольшого роста полненький. У Пушкина он небольшого роста. Так зачем это гений такой? Вознесся выше, он главой непокорной Александрийского столпа, а он здесь как… Это не памятник, это клякса. Это полное безобразие и унижение людей. И он должен быть на пьедестале везде, везде. Ведь Утесов на Дерибасовской сидит точно как в Михайловском Пушкин. Я была там один к одному так. Пушкин сидит на скамеечке, как Утесов на Дерибасовской. А Пушкин вот как. Гений. Надо просто конкретно пойти в горы с полком, пойти в эту комиссию, которая одна бездарь нарисовала, придумала это другу. И конкретно у членов этой комиссии спросить. Скажите, пожалуйста, вы подписывали вот это? Почему вы подписывали? На каком основании? Что вы это… Пусть портрет будет тут, кост, еще чем-нибудь. А так мы говорим, мы нервничаем. Надо конкретно идти туда, к тем людям, которые это делали, и конкретно с ними решать вопрос. Или вообще не надо нами руководить. Не надо нами руководить и все. Гений, понимаете? Согласна с тобой, Витская. Скажите, Константинову, что я… Вот это мое мнение. Я сама не знаю, что лучше. Но Обаму растоптали, как врага. Пушкин… Я передам ему. Передашь… Извините, конечно, за мои такие большие разговоры. И у нас с ним бывает… Нина, нас не согласен. Хотя бывает, что он всегда согласен. Нина, это духовная война. Духовная война, да. К сожалению, да. Цель сегодня такая – отсоединить Украину от России. И это главное. Здесь забвенье. Все, что касается России сегодня, это должно быть забвенье. Это должно быть забвенье. Поэтому, к сожалению… Это развязывание гражданской войны. Да, да, да. Все, все. Гражданской войны. Вы представьте себе, что в Москве сделали пушки. Ну, представьте, в Москве много гадостей творится. Там тоже свое есть. Причем… Что сегодня будет группа протестов. Не дадут это открыть. И они открыли без нас, к сожалению. Испугались. Это о чем говорит? Давай. Боятся одесситов. Боятся гнева одесситов. Это не просто. Это говорит о том, что власти диверсанты, пандиты, террористы, государственные изменения. Ну, разговаривая современным языком, который так популярен на сегодняшний день на Западе, чтобы было понятно, это антикультурный терроризм. Это есть фашизм, это дискриминация, это глумление над сущностью народа, над его духовностью, моралью религии. Это есть уничтожение человека, это уничтожение морали, нравственности и тех духовных ценностей, которые человек вероисповедает. Это глумление над памятью наших отцов, дедов, прадедов. Японцы говорят, что нужно помнить своих предков до пятого колена. А тут происходит что? Глумление. Это, собственно говоря, Пушкин выходец из Африки, собственно говоря, эфиоп, скормлен на русских корнях Арины Родионовны. Вот откуда его основной источник культуры и русскости. И вот направлено на сегодняшний день мировое финансовое сообщество, не сообщество, а мафия мировая, которая сегодня правит миром и давит всех и вся, которая прогласила тотальное уничтожение населения всего земного шара для торжества какой-то абсолютно избранной узкой группы лиц, назвавших себя богоизбранным народом. Над всеми. И это есть один из методов уничтожения. Уничтожение. Уничтожение. Это превращение народа в янычар. Это уничтожение, это уничтожение, как в Византии. Посмотрите, тот же сценарий. Значит, та же Европа, европейская культура практически уничтожена. Используется опять арабский фактор. Используется, если в 7 веке было создано мусульманство, ислам, не без помощи протессионских мудрецов, то и был этот ислам, энергия агрессии ислама направлена против Европы. В результате процветающая страна, государство, Византия пала. Мы сейчас видим то же самое. Значит, утрата национальных ценностей, духовных ценностей, утрата собственного суверенитета, это утрата государства, утрата языка. Это уже не существует русской нации. Это не существует борьба против советской нации, которая, собственно говоря, на территориях России установилась и победила самое большое зло. Опять-таки, тот же финансовый олигархический фашизм, который есть. Частная собственность – это фашизм. Это однозначно установлено. И вот идет война. Идет война по всему миру. Это как способ проживания для определенной группы людей, уничтожая других. А это есть элементы уничтожения. То есть, вы считаете, что это умышленно? Это умышленно, да. Идет война. Просто это сделали не по дому. Нет. Это нет. Это целенаправленно диверсия, которая проявляется в чем угодно. В судопроизводстве, в государственном устройстве, в конституционном устройстве. Это сплошная диверсия, фашистская диверсия. Власть уже группирована на сегодняшний день фашистами, диверсантами, бандитами, террористами. Государственными изменниками. Которые насаждают свой фашистский культ. Которые хотят поработить всех и уничтожить. И это есть один из элементов культурного уничтожения. Подавить достоинство, честь народа. Надругаться над его предками, над его корнями. Препарировать его генную память до неузнаваемости. Это геномодифицированный продукт. Это оружие геномодифицированное, направленное на изменение генной составляющей, превращение в зомби. Как на сегодняшний день декларируется. Грамотного потребителя. Формирование грамотного потребителя. Не творческой личности, которая сама может разобраться в чем и что. А вот грамотного потребителя Янычара, который будет бездумно ради денег. А деньги, как известно, есть нельзя. А вот это именно власть, это тот фетиш, на который все мировое сообщество, финансовое, олигархическое, заставило всех молиться и заниматься половыми извращениями. Вот это есть тоже элемент полового извращения, организация в Одессе Садора и Гаморы. Как известно, оно должно уйти в небытие и кануть. Земля разверстится и это все должно рухнуть. Потому что есть всеобщая глобальная справедливость и устои. Это, скажем, извещенный конфликт между первосвященниками, фарисеями и христианством, если говорить на языке религиозной войны. Это межеврейская враждая рознь, которая возникла в самой среде иудаизма, как противоставление тому избирательному, селективному апартеиду, который имел место и который сейчас насаждается и уже насажден. Потому что Украина, как фашистское государство, она состоялась. Она состоялась еще при Горбачеве. Это, вспомните, закон 1989 года о языках. Народ дурачит в суде, где угодно, в финансах. Вот смотрите, сплошная насильственная ассимиляция, украинская насильственная. Это дивизия СС Галичина. Это все проделки. Дивизия СС Галичина на сегодняшний день у власти. То есть вот автора так нет? У него неопределен? Я не знаю, кто власти, там может быть на табличке. Ну, насколько известно, к этому причастна исполком Одесского горсовета. Ну, интересно, как реагируют на это и как позволили это депутаты. Вы расцениваете это как преступление, а не как ошибку? Преступление, да, против мира, против человечности. Это есть элемент культуры. Почитайте материал универского процесса. Элемент уничтожения культуры является одним из элементов нации. Это есть геноцид своего рода. Не просто это культурологический геноцид, но он имеет корни. Мы уже видим это сначала обретение независимости. Идет тотальное уничтожение. И, по сути дела, ни о какой демократии речи быть не может. Идет речь о тоталитаризме, фашистском тоталитаризме, тоталитическом режиме, который был. Но он принимает форму, использует гуманитарные методы. Юридические, монетарные, фискальные, денежные средства воздействия и ограничения на прав свобод человека, и гражданина, и перевращение его в тупое стадо. Ну, еще Пушкин говорил и оценивал большую массу как не умеющие бороться. Зачем стадам дары свободы? Удел их из года в годы ярмо с гремушками добищ. Вот примерно это Пушкин четверстище относительно вообще ситуации, которая существовала в Малороссии, не только в Малороссии, но и в России с народом. Значит, он же об этом. А дым Отечества так сладок и приятен. О гробах, которые есть в нашей памяти, это тоже самый эквивалент японского миропонимания, что нужно своих предков знать до пятого колена, по крайней мере. А это есть уничтожение той среды памяти Арины Родионовны, этого духовного наследия, на котором был воспитан Пушкин и дал шедевры, выходец из Эфиопии, достиг таких высот в русской словесности. Ну, действительно, это мировая оценка этих. Это не только Пушкин, но он сделал огромнейший вклад. Это есть сделать Иваном не помнящих своего родства. Это превращение населения России и Украины в янычар, которые пойдут с гражданской войной. А гражданская война, собственно, не война, а резня идет. Это разжигание вражды и розни. Организаторов и участников это нужно привлекать, по крайней мере, к уголовной ответственности по 161-й статье Уголовного кодекса. Это разжигание вражды и розни, дискриминация, сегрегация, антисемитизм, холокост. Вот это все преступления. Спасибо большое. Это преступление против мира. Я понял. Это преступление. Это преступление. Идет, передачи. Идет. 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 Это самое главное, знаешь, что теперь девайк заедет. Идет. Я вижу, тебе не видит личность судьба нашего города. Это правильно. Это хорошо. Идет. История жива. Да, 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 все.